приветствую всем здоровья сегодня на обзоре деталь которая не предназначена для ранее собранных велосипедов но она имеет непосредственно отношение к велокомпонентам и я считаю что рассказать не стоит тем более что рассказать тут есть речь пойдет о карбоновом подседельном штыре заказано в китае вот собственно штырь длина его 400 миллиметров выполнен из карбона и имеет оригинальную динамическую форму тут мы видим двухболтовый алюминиевый замок с помощью которого производится точная регулировка и надежная фиксация положения седла на подседельном штыре нанесена шкала подразумевающий диапазон регулировки в 10 сантиметров и линии ограничения выше которой выдвигать штырь из рамы не рекомендуется в избежание повреждения рамы или самого штыря далее под линии ограничения указан диаметр на тридцать один и шесть и тут первая проблема если измерить штырь то реальный диаметр его составляет всего 34 но это не все лак нанесен на штырь неравномерный и диаметр местами доходит до 36 помимо этого была еще одна проблема была она выявлена раньше проблем с диаметром штыря к сожалению она уже исправлена и наглядно показать не смогу но расскажу суть максимально детально проблема заключалась в том что нижняя часть замка не ложилась плотно в предназначенное посадочное место на штыре вместо этого она повисала на его краях распирая и создавая излишнюю нагрузку которая рано или поздно привела бы к поломке крепления как уже говорил это вовремя обнаружили и просто обработали посадочное место расширив его на один миллиметр тем самым устранив брак но уже после подсидельник еще не подошел к раме о чем я уже говорил в общем этот подсидельник редкостное сочетание косяков что еще можно о нем сказать изготовлен он не безупречно видны неровности материала лак лежит плохо местами есть шероховатости возможно даже не заводское производство какой-нибудь семейный подряд где китайцы выпекают эти подсидельники в духовке потом на заднем дворе расписывают и покрывают лаком несмотря на проблему с размером под этот подсидельник нашалась рама где он и будет использоваться в общем по возможности буду следить за его судьбой и если он развалится я сообщу вам об этом хотите ли вы себе такой подсидельник или нет решать вам что вас может ожидать при покупке я озвучил надежность тоже остается под вопросом в общем все что связано с использованием этого подсидельника все на свой страх и риск ну а на сегодня это все до новых встреч а Субтитры создавал DimaTorzok